всех приветствую кто будет смотреть пока никто а кто-то может подсоединиться кому-то может быть быть будет интересно тема сегодняшнего эфира у нас как выбрать супер тренера это все потому что друзья на всех приветствую это к тому что карантин рано или поздно у нас снимут и фитнес-клубы рано или поздно откроются а мы бы вам предложили сегодня рассмотреть вариант тренера себе потому что предполагаю ничего не утверждаю могу предположить о том что тренерский состав сильно поменяется я пока тебя ждал просто говорю о том что тема эфира связано с чем да как выбрать супер тренера ну кто как быть супер тренером да как быть супер как выбрать супер тренера логика мое рассуждение такая когда закончится карантин а он скоро закончится фитнес-клубы откроют какие-то не откроются тренера какие-то станции какие-то нет то есть тренерский состав сильно поменяется я просто практически в этом убежден потому что половина клубов разорится половина тренеров уехали из москвы потому что не были москвичами без работы естественно сидеть никто не будет а еще у нас есть студии да есть еще но тем не менее мы не про грустную ситуацию а мы ее переведем в формат того что кто же такой супер тренер что должен знать каждый тренер ну и соответственно те люди которые будут тренироваться придут к тренеру что они должны от него услышать чтобы этот человек точнее этому человеку можно было позволить свое тело свое здоровье и при улучшить это здоровье приумножить его то есть какие-то базовые вещи которые должен знать тренер но я сразу оговорюсь что эти вещи о которых мы сегодня будем рассуждать большинство из них не преподают тренеру то есть остается только такой момент если сам тренер склонен к обучению склонен к расширению своих профессиональных возможностей деятельности понимания только в этом случае он необходимую информацию пробелы которые не дают во время обучения тренерскому ремеслу он их подполнит а так все оказывается в наших руках но не дают информацию так вот с чего начнем а слушай начнем наверное с того что всеми процессами у нас управляет мозг вот и будем с этой точки зрения рассматривать нашу тему то есть мы не будем рассказывать про какие-то волшебные упражнения которые должен знать тренер или любой другой специалист мы мы будем рассказывать про логику мышления я бы сказала что не только тренер должен это знать это должен знать любой массажист и так далее то как работа нервная система как движение тела у нас связано опять же с нервной системой и что всеми процессами нас будет управлять мозг я хочу с этой точки зрения развернуть все хорошо развернемся с точки зрения я напомню зрителям вот если есть тело то с точки зрения тела как в любом другом аспекте здоровья есть точка входа точка адаптации в теле и точка выхода что мы видим с точки зрения тела вход в тело это наш рецепторный аппарат который позволяет телу этому двигаться адаптация по телу при любом вход в тело ну посмотрите рецепторы это зубы это живот с органами это ступни плюс какие-то антомические изменения в виде рубцов в виде переломов адаптация по телу это позвоночник это наша грудная клетка а выход из тела это нарушенный паттерн движения вот что мы получим то есть паттерн движения нарушился значит есть какая-то предпосылка позвоночник болезнь значит есть какая-то предпосылка мы в принципе можем лечить любую из этих точек в принципе в идеале конечно убрать первую причину а лечить мы можем все давай вернем к тренерской связи с что должен знать тренер у нас же так первым пунктом да да слушай я настолько педантично в этом плане и наверное самокритично и я считаю что каждый тренер он должен знать кинезиологию неврологию уметь делать там тестирование вот то есть большинство тренеров это не делает и это не принято вот в чем проблема то есть тренеру дают какие-то элементарные просто навыки на курсах и ну проблема тренера и людей которые с ним занимаются в том что если этот тренер дальше не обучается то есть он знает какую-то базу и все он на этом остановился тогда капец просто вот и по мне не важно тренер это или не тренер или может быть это там хореограф даже да ну по мне каждый специалист должен углубляться в кинезиологию в неврологию как минимум да с тобой полностью соглашусь потому что но сами три тренера они конечно не виноваты мы в этом не будем никого обвинять вот анна тренер да 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 я сам тренер по образа по одному из образований тренера по бодибилдингу так вот школе где обучают на тренерское искусство они выдают все как в медицине классический то есть они дают отдельно анатомию отдельно физиологию отдельно как движение делается но взаимосвязи между вот этими отдельными звеньями нету никакой ее просто не дают и человек ну что что толку он знает анатомию где располагаются мышцы этого же недостаточно но знает и знает он а как мышцы между собой соединены вот сегодня мы вам с Анной покажем как они между собой соединены они этого не дают то есть есть цепи мышечные есть поезда функциональные почему так или иначе и в этом смысле тренер приходится действительно забирать если он не подойдет с точки зрения кинезиологии тогда он получается тренер отстал в принципе по рынку да 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 это уже прошлый век то есть если у тренера нет этих знаний это все прошлый век до свидания на самом деле людей много консервативных поэтому это до сих пор существует и тут уже вопрос в принципе развития образования самообразования каждого человека да согласен полностью потому что раньше считалось так что если человек тренирует и пишет в каких-то своих регалиях мастер он спорта чемпион ли он там вселенной по какому-то виду спорта это не говорит ровным счетом ничего что он знает что-то про организм он просто либо где-то бегал либо где-то прыгал и конечно в 90-х годах это было наверное эффективно пойти к тренеру который говорит а я вот мастер спорта по жиму лежа ну да ну он тебя научит сжать но если у тебя не будет получаться он не ответит тебе на вопрос почему не получается он просто будет говорить делай как я то есть он не разбирается почему человек не может улучшить свой результат второй момент тренеров это из качалок на выходили раньше но это тоже отставы третье это люди которые отучились на тренера но там им ничего не дали вот дали разрозненный набор стрейчинга какого-то движений каких-то то есть учит простым языком они учат как двигать руки и ноги и все на этом но это не сложно научиться а вот если не двигается рука и нога что тут делать хороший вопрос да 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 или еще мне тоже понравилось во время обучения я не хочу в качестве укова но говорят тренировки с проблемами в колене и там показывают специфические какие-то упражнения которые позволяют в какой-то степени снять нагрузку с коленного сустава но не знаю то ли я такой дотошный у меня возникал вопрос а колено-то болит из-за чего-то что же делать то то есть вот эта логика 90-х годов прошлого века что тренируясь можно укрепить и вылечить тело она абсолютно ну на сегодняшний день уже опровергнута всеми кому только это кто только это может опровергнуть это невозможно укрепить больной зуб жуя на нем орехи ну невозможно хороший пример невозможно улучшить место которое болит его нельзя тренировать оно болит уже почему-то оно тебе кричит дурнины оно сигнализирует о том что у меня проблема проблема может быть не в этом месте но проблемы есть и делать там давай сейчас прокачаем закачаем вот эти слова если вам сказал тренер мы сейчас прокачаем вашу больную спину поясничку гиперэкстензии закачаем но сразу скажу это не ваш тренер пусть он идет получает еще какое-то образование самообразуется но доверить свое тело я бы не доверил честно я не стал закачивать так я здесь смотри не понимаю часто за что люди платят деньги потому что такой тренер может сказать сейчас мы тебе закачаем поясничку и он стоит и просто считает да как счетная машинка тренер стоит рядом и считает от одного до десяти до пятнадцати вот я никогда не понимала почему это устраивает людей я конечно не буду осуждать но люди разные согласен ну такое есть да это есть но мы в этом смысле находимся на такой передовой некоторые пионеры поэтому некоторое меньшинство но сознание людей по психологии меняется тогда когда в одном обществе появится двадцать пять процентов людей которые думают иначе и тогда остальные семьдесят пять процентов будут думать так вот если они подойдут с точки зрения двадцать пять процентов что в теле все взаимосвязано что для любой воли есть своя причина тогда остальные семьдесят пять будут так Но пока это так, значит так. А мы потихоньку расскажем, Санны, как у нас устроены мышцы, какая между ними взаимосвязь, а я прям вкратце даже и покажу. Расскажи про цепи, наверное, да, анатомические? Да, расскажем. А давай я сейчас немножко про боль еще дополню, ты уже начал. Ты привел пример, там болит колено, например, дело, скорее всего, не в колене. То есть мы видим, что у нас есть боль, а боль, что это такое? Это сигнал. Сигнал какой, который идет изнутри, то есть исходящий сигнал. Если исходящий сигнал выдает боль, значит, может быть что-то не то с входящими сигналами. Возможно, нашему телу не поступает какая-то нужная информация. К рецепторам, например, это может быть связано с позвоночником, со стопами, много еще с чем. Может быть вообще связано с глазами и с вестибулярным аппаратом, а может быть связано там даже с настроением и с эмоциями. И вот эта некорректная информация, входящая, которая поступает, она как раз дает нам исходящий сигнал в виде боли. И здесь, скорее всего, колено и там спина и что-то еще оно будет просто ни при чем. Да. Нет, ну это мы уже рассуждали о том, что лечить надо там, где не болит, как правило. Вот, друзья мои, запомните, если у вас где-то болит, а в этом месте не было механического повреждения, там рояль туда не упал, там разрыва, перелом, отрыва, ничего этого не было, значит, этот регион кого-то компенсирует. То есть кто-то в теле не работает по какой-то причине, а этот регион компенсаторно отдувается. И на этом точке это просто константа, просто на этом запомните. Заболела поясница, но поясницу вы никогда не травмировали, значит, проблема не в пояснице. Просто поясница пытается скомпенсировать какое-то другое нарушение, а вы эту компенсацию превысили и наступила боль. Боль – это манифестация нашего тела о том, что все стадии нарушений уже пройдены, все доедины. Анна правильно сказала, что причина из-за того, что нарушен какой-то сигнал. Ну и на выходе мы получаем не включение каких-то мышц, болят какие-нибудь связки или какая-нибудь спазмированная мышца, не имеет значения. Но есть нарушение, на этом точка. И если мы, вот эти все стадии нарушения пройдены, мы это слышим через свою боль, вариант нам предлагает лечение, как бы еще больше понагружать срыв компенсаторного региона. Но это абсурд как минимум, и делать этого абсолютно не надо. Если у вас что-то заболело, пожалуйста, обратитесь к специалисту-кинезиологу или как минимум какому-то человеку, который работает либо через движение. Это один из уровней коррекции. Он может быть менее агрессивный, более растянутый по времени, но он будет корректировать без хирургического вмешательства, без фармацевтики он будет корректировать симптом. То есть какие-то нарушения устранит. Либо какому-нибудь остеопату. Я вот других направлений пока на сегодняшний день в принципе не вижу, которые имеют целостный подход. Вот прям целостный. Упражнения сами по себе это хорошо, здесь вопросов нет. Вопрос в том, что если где-то болит, но нагружать регион, где болит, или делать упражнения через боль не надо ни в коем случае. На этом точка поставлена любой наукой. Где-то болит, надо разобраться из-за чего болит. И травматолог не разберется. Травматологу надо тогда, когда была травма где-то. Вот тогда вы идете к травматологу, он попросит вас сделать снимки, еще какие-то вещи. Он определит уровень травмы, то есть уровень нарушения целостности ткани. Если требуется оперативную вмешательство, может быть связка вообще оторвалась, может ее сшивать надо. Либо что-то заделать. Либо подождать, обездвижить, тогда травматолог. Если у вас болит, а травмы не было, не нужен травматолог, забудьте про него. Ищите нормального специалиста. Центр Бубновского нам написали. Нет, Бубновский неплохой специалист. Я уже говорил про него. Может быть сам Бубновский, а то, что происходит дальше. Да, то, что происходит в стенах, на самом деле бизнес никто не отменял. Я так немножко забуалированно вам скажу. Знаком с его методикой. Не такая, знаете, растянутая во времени коррекция кошельков граждан. Как ты мило сказал. Да, да. Ну, люди, они так устроены, когда им дают надежду за, может быть, небольшие. Обещания, да, да, да. Это хорошо, да. Но, тем не менее, коррекция действительно бывает длительная, бывает короткая. Ничего такого нет. Нету, но не обязательно через упражнение это делать, потому что некоторые виды не обойдутся без другой коррекции. Потому что коррекция будет зависеть от того, на каком уровне нарушения. Если у человека эмоциональная травма, то, а у него болит колено из-за того, что есть эмоциональная травма, я сейчас цепочку не буду проводить, то любимая музыка может снять боль. Вы понимаете? Но любимая музыка – это такой же способ коррекции, только он не устранит травму, а он уберет возможность травмировать дальше, то есть снизит эмоциональную нагрузку. Вот музыка или цвет любимый какой-то, понимаете? Но вот это на том уровне, на котором можем уменьшить уже боль. Ну, смотри, грамотный, опять же, специалист, он может увидеть, что это не в его компетенции, и просто направить пусть на какой-то один сеанс коррекции, допустим, даже к кинезиологу. Ну, я так делаю. Если это не в моей компетенции, но я это вижу, так как я это тоже изучаю, я всегда направляю человека, и после буквально одного сеанса он приходит, и с движением можно работать уже безопасно и эффективно. Согласен, да. Аня, там один вопрос. Как можно диагностировать, из чего именно боль? Диагностировать можно достаточно просто… Ну, тестами различными. Да, через мануально-мышечное тестирование. Мануально-мышечное тестирование, то есть сама прикладная кинезиология, она изначально задумывалась как метод диагностики. Есть связь мышц со всей нервной системой. И мышцу можно продиагностировать, как чувствует себя сама мышца какая-то отдельно, а можно через мышцу продиагностировать, как чувствуют себя органы, системы, эмоции, химия, вегетатика, стопа, зубы и так далее. То есть любое тело. Там просто есть две фазы включения мышечных волокон в активность. И используя вот эти фазы, миототический рефлекс, можно через мануально-мышечное тестирование спокойно узнать тот регион, который сыпет всё здоровье. А там, где болит, это, как правило, регион компенсаторный. Он пытается скомпенсировать какое-то нарушение. Компенсация у нас наступает из-за того, что человеку необходимо соблюдать вертикальное положение тела. И вот мы сейчас с вами подойдём к цепям, наверное, мышечным. Расскажешь, Ань, про цепи, а я расскажу про функциональные поезда. Сейчас я сначала два слова про общую картину. Друзья, наше тело поддерживают мышцы. Это происходит неосознанно. То есть вот это вертикальное положение. Все мышцы мы разделили по названиям, это правда. Но мышцы между собой соединены. Соединены они в анатомические цепи. Анатомические цепи, сейчас Анна про них расскажет, их пять. Для чего они нужны, она тоже расскажет. А я расскажу про функциональные поезда. Тренера про это вообще не сталкивались, не случались. Им почему-то это не преподают. Потом ещё про как устроены связки вообще. Какое они значение в теле имеют. То есть про структуру мы сегодня больше. Надо было картинки сказать. Аня, расскажешь про цепи? У тебя картинок нет? А, надо было. Ну нету, да. С собой нету картинок. А, есть картинки, только, наверное, не здесь. Соответственно, у нас тело всегда двигается целостно. То есть движение в одном суставе автоматически вызывает движение во всём теле. И если, например, сказать про позвоночник, то нельзя конкретно, например, работать только с одним отделом позвоночника. Потому что работать будет всё. Это как, если представить вот такие шестерёнки у часов старых. Не знаю, как это правильно назвать. Если двигается одна, то двигается всё. Вот, то же самое происходит в нашем теле. Ну, бывает какая ситуация, что вот этого слаженного движения не получается, и оно где-то разрывается. Это можно увидеть даже потому, как человек стоит или потому, как он ходит. Например, мы видим при ходьбе у него разрыв в поясничном отделе. То есть в этой зоне согласованное движение прерывается. Соответственно, эта зона может быть компенсаторной. И вот здесь она, цепь, как раз разрывается. Вот, такая логика. То есть принцип целостного движения будет работать, когда у нас все цепи работают согласованно. Ты думаешь, надо перечислить их все? Нет, нет, нет. Я просто думаю, вкратце ты опишешь просто, для чего нужны цепи мышечные. Ну, чтобы сохранять, соответственно, наше вертикальное положение. Передняя цепь, задняя цепь, они помогают нам сохранять вертикальное положение. Также у нас есть боковые, которые позволяют нашему телу не падать. И ходьба у нас, соответственно, построена на работе еще и спиральной цепи. Спиральная и глубинная еще цепь. Да, и глубинная. Вот такая история. И когда какая-то цепь не работает, у нас уже автоматически тело, соответственно, мозг считывает информацию с тела, как какую-то уже слабость. А, сейчас. Хорошо. Я тогда чуть-чуть дополню. Давай. Друзья, друзья, есть пять мышечных цепей. Задача мышечной цепи – это тянуть вперед, тело вперед. Например, передняя тянет вперед, задняя тянет назад. И мы в этом равновесии, в этой распорке находимся. Боковая правая направо, левая налево. Глубинная схлопывает все мышцы в теле. А спиральная позволяет вот такие вращательные движения. То есть, задача цепей – сохранять вертикальное положение, то есть статику. А про динамику сейчас попозже. Но здесь, знаете, какой момент есть? Если вылетает одна мышца в какой-то цепи, я прямо сейчас на практике вам покажу, у меня кушетка есть рядом. Если какая-то из мышц вылетает, то она будет компенсирована в другой мышечной цепи. То есть, нарушится движение в другой мышечной цепи. Визуально мы увидим нарушение самого движения, то есть, самого паттерна. Она какой-то кривой косой будет, но это только из-за того, что заболела какая-то мышца в цепи. Она найдет компенсацию. А есть еще функциональные поезда мышечные. Но сейчас попозже покажу. Ну вот посмотрим буквально. Видишь, Шань? Я не знаю, вот как. Туда головой. Сейчас я вот так сделаю. Видно, не видно. О, видно. Видно, да. Видно, видно. Ну вот, друзья, посмотрите. Мы посмотрим переднюю мышечную цепь. Она состоит из прямой бедра, прямая мышца живота, грудинная фасция, кивательная мышца. И передние большеберцовые мышцы. Мы посмотрим, в принципе, как себя чувствует эта цепь. Через мануальное мышечное тестирование. Я увеличил нагрузку и никакой реакции нет. То есть, гипотония в цепи есть какое-то нарушение среди этих пяти мышц. Я попрошу сократить одну из мышц и перепроверить заново. И у меня мышца заработала вся передняя цепь. Значит, из этих пяти мышц есть какая-то больная. Мы можем потрогать эту мышцу. Можем потрогать прямую бедра. Можем прямую живота потрогать. Вот есть нарушение уже. Потрогаем грудинную фасцию и кивательную мышцу. Вот мы нашли две мышцы, которые включают всю цепь. Нам надо понять, какая из них самая важная имеет проблема. Из-за чего страдает тарая. Из-за чего страдает мышечная цепь. Мы можем потрогать прямую живота. И через сенсорный фильтр перепроверить. Ничего не изменилось. Это наши мышцы. Можем потрогать эту мышцу. Проверить через сенсорный фильтр. Поменялось. Значит, будем массировать кивательную мышцу. Вот мы ее помяли 3 секунды. Держите ножку. И у нас восстановилась вся цепь. То есть, вот таким образом мышцы между собой связаны. То есть, представляете, не работает прямая бедра. Я потрогал кивательную мышцу. Она вот здесь находится. И у меня заработала прямая бедра. Вот такая взаимосвязь. Спасибо. Места мало. Аня. Аня. Вот так все просто. Да. Если есть у кого-то вопросы спросить, Аня, расскажи что-нибудь еще про движение нам. Ну, я не знаю, может, про позвоночник, еще что-то. Ну, смотри. Когда мы даже наладили работу какой-то мышцы, которую мы считаем больной, то нам нужно это закрепить, эту работу обязательно в положении стоя и в каких-то движениях. Потому что наше тело, оно создано для того, чтобы находиться в вертикальном положении, двигаться и перемещаться. И если мы только поработали лежа и наладили какие-то процессы, но потом не показали нервной системе, как это сохранить в положении стоя и как сделать правильный паттерн движения, то это может опять пропасть. То есть через какое-то время мы увидим ту же самую компенсацию. Абсолютно. Если мы, например, даже наладили работу, например, стопы, но человек пошел с привычным паттерном, когда у него ноги развернуты в разные стороны. А почему он пошел? Потому что ему об этом не сказали, у него эта привычка была на протяжении многих лет. Может быть год, а может быть 10 лет. И он так быстро по-любому не перестроится. Поэтому здесь нужны обязательно корректирующие упражнения, которые ему будут помогать формировать конкретно эту привычку. Упражнения эти могут быть буквально коротенькими, там по 30 секунд, просто чтобы мозг создавал новые нейронные связи. Абсолютно точно, да. Это на твоей цели. Это реиндукация. Да, ему нужно работать, да. Поэтому очень круто, например, когда ты можешь человеку что-то восстановить, да, со своей стороны. Может там какой-то даже воспалительный процесс, ты с этим работаешь, я знаю, да. А потом мы ему даем корректирующие упражнения для самостоятельной работы, чтобы он создавал эти нейронные связи. И нервная система привыкала к этому. Вот, тогда реально будут изменения и будет эффект. Да, смотрите, о чем говорит Анна. Я сейчас другими словами, если вдруг непонятно. То есть мы находим, если кому-то непонятно, я сейчас другими словами, потому что мы все разные. А то я быстро говорю. Мы любили интроверты, интроверты, интуиты, сенсорики. Мы разные, поэтому нам по-разному нужно доносить, чтобы мы восприняли информацию. Все в школе, наверное, знают, когда сидит преподаватель какой-нибудь просто супер, прям докладывает, тебе кажется, он твой любимый преподаватель, потому что ты все понимаешь. И рядом с тобой сидит человек и вообще не понимает, о чем речь даже идет. Ему надо другим языком доносить, он другой по своему психическому каркасу человек. Так вот, я другим языком. Если мы нашли какую-то проблему, вот кинезиолог ее нашел, человек жалуется там на боль, нашли какое-то воспаление, эмоциональную травму. Мы сначала убираем это, даем мышце восстановить свой тонус, то есть вернуть к этой мышце сигнал, чтобы эта мышца могла включаться в движение. Но этого Анна говорит правильно, этого недостаточно, потому что есть паттерн, есть устойчиво сложившееся движение, которое находилось на определенном количестве времени. Он все время что-то берег, 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 берег. А потом ему взяли и вылечили. А паттерн-то остался. Да, да, да. И этот паттерн, ну, в медицине это называется реэдукацией, то есть переобучить. Это значит, что вот это движение нужно создать таким, который она задумана природой. Если это касается там ступни, ну, Анна знает, там разные есть упражнения. Очередность. Тан-тан. Разгибаем колено и так дальше. И в обратном порядке. И тогда мы уже переобучим тело. Вот после переобучения, либо в процессе переобучения, еще можно новое движение прописать в мозг. То есть адаптировать его по шагу, по вегетатике, по статике. Потому что любое нарушение, Анна правильно в самом начале сказала, в теле будет компенсация. В любом случае все тело примет участие. Клиника нарушит. Там вопрос, Анна, сейчас прочитаем. Давай. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, можно ли в домашних условиях вылечить грыжу? Вылечить грыжу в домашних условиях? А грыжа не болит? Нет. Не она болит? Нет. Почему? Она может, если есть ущемление нервным лаком, просто, ну, предположим, есть грыжа. Ну, что ж, ну, это следствие у нас будет. Да, это следствие. По сути, да. То есть, смотрите, у нас, да, 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 друзья, повторюсь, с точки зрения тела, если есть какое-то нарушение, прикус нарушен, например, органы куда-то смещены, например, ступни развалены, своды нарушены, например, рубцы, переломы, там, какие-то, я не знаю, синяки там внутрикосные. Вот это всё в первую очередь отразится на позвоночнике. В первую очередь, потому что позвоночник попытается скомпенсировать вертикальность, сохраняя вертикальность положения тела, скомпенсировать травмированное звено. Позвоночник у нас получит асимметрию, то есть какую-то деформацию. А межпозвоночные диски начнут под углом сдавливаться. Вот это первое то, это первый тот момент, который способствует появлению грыжи. Вот и всё. Что мы будем делать? Нам с чем работать в данном случае? На выходе мы получим изменённую походочку. Движение, статику. Что делать в этом случае? Самостоятельно нет. Если у вас боль, то в идеале прийти уже со снимком какого-нибудь специалиста. Потому что может быть там необходимость оперативного вмешательства. Может у вас ущемляет грыжа нервное в окно. Но она такого размера и больна. Она может быть огромного размера и не больна. Это хорошо уже. Она просто не тыкается в нервное в окно. Но если сильные боли или куда-то прострелы, то обязательно к специалисту. Если прострелов нету, то единственная ваша возможность – это делать упражнения и гимнастику. И снизить нагрузку на позвоночный столб. Если нет ни специалиста, вы только сами дома. А вот какие упражнения там Анна может сказать? Она и точно. Соответственно, тут может быть некорректно самостоятельно работать. Потому что неправильная работа сустава может опять же приводить к компенсации. То есть недостаток движения в тазобедренном суставе будет влиять на лишнее движение в пояснице. А у нас в пояснице и так уже есть проблема. И мы увидим, что вот это упражнение кто-то посоветовал, а для кого-то оно действительно полезно, кто делает его правильно. А кто-то сделал его там на сантиметр, на сантиметр не так, сместил, и оно уже будет вредить. Да, да, абсолютно. Лучше обратиться к специалисту. Что по движению, что специалисту, который ответит на то, из-за чего грыжа самостоятельно, можно навредить сложно, но сделать хуже самочувствие можно. Это правда. Но это не значит, что вы навредили, вы просто ухудшили уже плохое состояние. Но это все равно, что, например, у меня болит зуб, а я сама себе его пытаюсь лечить. Ну, да, как его вылечить? Какими-то там, не знаю. Ну, можно, да, обезболивающим, можно полоскать, но... Но это ни о чем. Ну, мы можем снять боль, мы даже можем где-нибудь потереть там, мы можем боль снять, но зуб-то мы не вылечим. Здесь в пояснице то же самое. Грыжа может уменьшиться, это правда. Если вопрос в этом был, может ли она уменьшиться, может. Если мы уберем ту причину, по которой она появилась. Нам вот это важно будет. Да, с этим можно и нужно работать, конечно. Да, если специалиста рядом нет, вот, пожалуйста, Анна, она всегда на связи, она подскажет. Либо под чутким контролем в режиме онлайн, как у нас сейчас принято. Может, так и останется. Шутил, конечно, не останется. Но, по крайней мере, уже многие перепрофилировались. И в онлайн режиме пытались решить какие-то проблемы. Не сложно решить, честно скажу. Я бы, знаешь, как сказала, лучше поработать в онлайне, действительно, с топовым специалистом, чем поработать в оффлайне непонятно с кем. В оффлайне непонятно с кем. Так вот, друзья, касаясь тренеров, каждый тренер должен знать, как связаны между собой мышцы. Он просто обязан это знать. И если он этого не знает, тогда у него все внимание будет уйти туда, где у человека проблема. А причина в другом месте. Он об этом просто не знает, не догадывается. И это просто такая вот азбука, таблица умножения для любого тренера. Если он не знает, пусть и узнает. Доступно. Можно я дополню быстренько? Если так сильно, опять же, привязываться к боли и к проблемному месту, то мы будем думать только о нем. И мы уже автоматически будем у себя в голове только эти мысли прокручивать и эту боль еще больше притягивать к себе. Такой замкнутый круг получается. Да, да, замкнутый круг точно будет. Замкнутый круг всегда, как только появляется боль. У нас, во-первых, когда боль тут же будет плохое, эмоциональное состояние, настроение плохое, настроение плохое, это негативные будут мысли и планы будут в формате негативных мыслей. Негативные мысли приведут к негативному результату. Негативный результат приведет к негативной эмоции. И вот мы болеем, и ничего не получается. Надо этот круг разрывать. Аня, сейчас вопрос еще. Слушаем вопрос? Ага, давай. А там на один помогут. Где искать специалистов-кинезиологов? Где искать? Вот Виталий. Но это не грибы то, что их искать. Это лучший кинезиолог, которого я знаю, друзья. Спасибо, спасибо. Я не лучший. Не лучший, не лучший. Много. Кинезиологов, я думаю, через интернет, портал. Если вы в другом борде, то можете там поспрашивать. Академия существует в Москве. В Москве есть еще одна школа прекрасная под руководством Крутова Григория Михайловича. Но в Украине есть. Я не знаю. А все ученики, они по сути отсюда идут. Они просто, некоторые люди, умудряются, я им завидую, конечно, такой мужности. Они могут из Красноярска приехать в Москву, посидеть здесь набраться всяких знаний, поучиться, уехать обратно, потом приехать опять. То есть просто крутые люди. Но в основном они сначала в базу, потому что руками надо учиться. А потом они уже дома где-то дополняют по видеоурокам или еще как-то. Ну, первичную базу здесь в Москве. Так что в вашем городе тоже может быть есть. А в Москве можно обратиться. Но напомню вас, кинезиолог это еще не все. Если вы в области здоровья, то закреплять результат надо реэдукацией, то есть переобучением тела. Кинезиолог, как правило, на это время не тратит. На это есть специалисты по движению, вот как Анна, и на это есть массажисты-кинозиологи. То есть когда кинезиолог убирает первичную причину, то массажист-кинозиолог занимается восстановлением движения в норму, приводя его. Или занимается специалистами по движению. Анна, вот, хороший специалист по движению. Спасибо. Еще два вопроса, Аня. А можно показать кинезиотесты при боли в колене? Да, тесты, как я протестирую, да, конечно, можно. Ну, давайте сейчас прям посмотрим. Ну, тут боли в колене нет, у меня нету просто человека. Вот так. Что-то вроде видно. Ничего, речь. Ну, мы можем также посмотреть. Смотрите, нам необходимо будет как прямая мышца бедра, но мы выяснили, что прямая мышца бедра у нас с точки зрения тела не включается из-за кивательной мышцы. А вот с точки зрения глобальных систем она может не включаться либо из-за эмоций, там молодой... Там видно, не видно? Держи прямой. Нет, не эмоции. Либо из-за химии. Нет. Либо из-за вегетатики. Нет. Здесь только структурная причина. Еще колено можно протестировать через подколенную мышцу. Кто знает, где она находится, каждый тренер должен знать. А тестируется она вот таким образом. Ступню на себя, пальчики вниз, ступню медиально заворачиваем. Моя задача – развернуть ступню наружу. Задача человека – сопротивляться. Я увеличиваю нагрузку, ступня держится. То есть у меня с этим коленом, в принципе, проблем не будет. Я могу там посмотреть связки суставов, но основная мышца, индикатор – это подколенная вот эта. Ну, даже если не работает прямая, в принципе, уже нагрузку колена не будет выдерживать на 100%. Спасибо. Ну, как вам самостоятельно? Мне прям так сложно сказать. По поводу самостоятельных вещей все спрашивают. Это правда. А что самостоятельное? Я не могу ответить. Я могу только сказать одно. Да, невозможно вот так за минуту показать какое-то волшебное действие. Нет, показать-то можно. Но показать можно, да. Вопрос, кому подойдет, кому нет. А кто проведет этот тест? Если самостоятельно, вот нет кинезиолога, можно ориентироваться на дыхание. Могу вам точно сказать, прям заверить, любое движение, любая манипуляция с вашим телом, которое улучшает дыхание, она вам полезна. Ухудшает дыхание, она вам не полезна. Даже если вы в руку взяли какой-то продукт пищевой, если этот продукт ухудшает ваше дыхание, вот он у вас в кулачке находится, значит, этот продукт вам не полезен на данный момент, то есть он заберет еще и силы. Если улучшает дыхание, то он лучше будет. Тело никогда не врет. Тело никогда не врет. Но по дыханию можно ориентироваться. Мы там затрагивали еще осанку, может про это поговорим? Да, у нас второй вопрос был, возможно ли исправить осанку. Давай. Осанка у нас, опять же, это не положение, когда мы просто прямо стоим. Осанка это должна контролироваться рефлекторно. Когда мы можем ее сохранять, не задумываясь. Когда мы идем, когда мы танцуем, когда мы сидим. То есть мы не должны, по сути, об этом думать, это должно само по себе контролироваться. Нужно стремиться именно к этому. Не насильно себя как-то выровнять в положении стоя или в положении сидя. Это ни к чему не приведет. Чтобы это получалось рефлекторно, нам нужна, опять же, согласованная работа наших мышечных цепей. Нам нужны корректные входящие сигналы, чтобы мозг мог правильную информацию считывать. Тогда осанка, соответственно, будет контролироваться сама рефлекторно. И, по сути, мы об этом не должны задумываться. Но если мы понимаем, какие нам корректирующие движения, какую самокоррекцию нужно делать, да, об этом нужно вспоминать, чтобы переобучить себя, создавая новые нейронные связи. Но тем, что мы будем просто стоять и силой как-то себя выравнивать, это ничего не даст, по большому счёту. Ну, абсолютно верно. У нас же осанка, она... Из-за чего? Почему у нас меняется осанка? Потому что в теле появляется какая-то фиксация. Вот эта фиксация для организма, она норма. И под эту... Новая норма. И под эту новую норму перестраивается тело, перестраивается по одной простой причине. Нам нужно сохранить вертикальность положения, никуда не упасть. Если будет нарушение в пяточной кости, то пяточку человек будет уводить от нагрузки. Но за счёт другой ноги. Его перекосить, конечно. Мы никуда от этого не денемся. Это будет нарушенная осанка. Позвоночник с грудной клеткой, то есть со средостением, это уровень адаптации любого нарушения. Химического, структурного, без разницы какого. Оно по-любому будет деформироваться. Это к вопросу тому, можно ли изменить осанку. Можно. Вот можно. На этом точка. Но для этого надо убрать причины. После этого уже заняться реэдукацией. То есть переобучением паттерна движения. Паттерна дыхания, паттерна шага. Вот у нас два паттерна заложены природой. Есть паттерны ещё профессиональные. Наши навыки. Кто-то там стоматолог в какой-то позе. Кто-то хоккеист. Не важно кто. Есть профессиональные паттерны. Они включают абсолютно разные мышцы с разных цепей, с разных поездов функциональных. Но они тоже должны быть согласованы. Потому что, как правило, и профессиональный паттерн, то есть позу, в которой он сидит на работе, мышцкой там возит, она его приводит к гипотонии. Ему плохо от этой позы. Эту позу тоже надо прописывать в теле. Согласовывать. Потому что будут триггерные пункты. То есть этапность простая. Убирается регион, который создаёт какую-то фиксацию. То есть новую норму. Это называется травмой. После этого мы уже отдаём человеку на переобучение, восстановление паттерна движения. Нам это движение нужно для того, чтобы органы дышали. Для каждого органа, для каждой железы есть своё ложе. Оно располагается либо на мышцах, либо на каком-то костном основании. В любом случае это основание. Если в мышцах гипотонии, костные основания расплываются. Ложе уходит, орган не дышит. Это может быть какая-то железа гормональной системы, либо может быть какой-то орган. Почки какие-нибудь опустились, уплыли, они уже не дышат. Если орган не дышит, то он перестанет выполнять свою функциональную активность. Почки – это мембранная активность, желудка своя активность, печень своя, но тем не менее. Он просто его перестанет выполнять. И со временем это станет новой нормой – фиксация, под которую перестроится всё тело, пытаясь скомпенсировать. Вот по поводу осанки. Можно, но не самостоятельно стоять, держать там разными упражнениями, как в жёлтой кресле. Да, это мне ничего не даст. Ничего не даст. Или не ходить, убеждать себя, я такой ровный, красивый, забыл про себя и тут же опять свалился, скухожился. То есть это же необходимость, эта деформация. Ну и наша осанка – это, опять же, естественные изгибы позвоночника, если сказать, что механические. И это наша прямая линия, наш внутренний стержень, который мы можем представить, он будет… Это будет наша опора. Если вот этой опоры и фундамента нет, то работа с крупными мышечными группами нам тоже ничего не даст, потому что до них будет уже некорректный сигнал доходить. И да, работа с позвоночником всегда включает в себя работу глубинных мышц, соответственно. Да, это наши постуральные мышцы, они маленькие, они находятся вокруг позвоночника. Вот, и если эти мышцы не работают, то так же у нас не будет нужной проприоцептивной чувствительности, рецепторы будут работать некорректно и не будет доходить сигнал. То есть всё просто. Да, всё просто. И второй, и такой момент, то, что опять замкнётся круг. Потому что мозги… По поводу эмоций, какая будет травматичная эмоция. Сами мозги у нас считывают эмоции с позы тела. Потому что есть мышечная ещё цепь. Помимо анатомических цепей, вот мы сказали, передняя, задняя, боковые, спиральные, глубинные, есть ещё мышечная цепь. Она идёт от подзатылочных бугров через всю мимическую мускулатуру, через грудную фасцию, прямую живота, через промежности до крестца. И для мозга это такой единый информационный мышечный пакет, с помощью которого он меняет позу тела и что-то доносит в окружающий мир. Но если поза тела, то есть осанка уже изменена, соответственно, мозги будут считывать её как какую-то фоновую эмоцию. И информация, входящая, будет для этого человека искажённой. То есть он её так будет воспринимать, потому что у него фоном какая-то эмоция. Ну и, соответственно, пошло-поехало. Эмоция фоном, плохие мысли, плохие цели, плохой результат. Ну и как дальше? Это по поводу осанки всего-навсего. Но исправлять её нужно начинать не с принудительных упражнений, а с причин, которые привели. То есть нужен какой-то специалист. В завершении обязательно нужен специалист, который переобучит. Там ещё вопрос, Аня. Копчик болит, сидит больно. Что тестить? Протестить можно мышцы, которые опираются на регион копчика. Это приводящие мышцы, но ножки... Это когда человек лежит, а ножки вот так у него, разведены ступни. Тогда мы протестируем ту мышцу, которая опирается как раз на копчик-крестец. Ну и надо посмотреть, опять же, как человек привык сидеть. Может быть, травмы какие-то были ещё? Может быть, травма была копчика. Это очень часто встречается. Да, это очень частая же история. Когда копчик болит, он же будет жаловаться не на боль копчике. Скорее всего, жалоба пойдёт на связки. Вот мы про связки ещё ни слова не сказали. У нас, смотрите, друзья, единственная ткань, которая стабилизирует все суставы, вот все косточки, все суставы – это мышцы. Потому что каждая мышца крепится двумя своими концами к разным суставам. Но стабилизирует она при одном условии. Если в мышцах есть тонус, если мозг видит эти мышцы, тогда эти мышцы включаются в то движение, в котором они являются агонистами, то есть первичными. Соответственно, два сустава, к которым крепится каждая мышца, получается стабильность. Но как только мозг перестаёт видеть, то есть гипотонус, соответственно, нагрузка уходит на связочный аппарат. А связки, они не могут стабилизировать ничего. И они не любят растягиваться. В связках есть чёткие рецепторы. Как только связка начинает растягиваться, идёт болевой сигнал. Мы порвёмся. И человек жалуется на связки, как правило. У нас в районе копчиков находятся сакротуберальные связки. Они основные, которые стабилизируют таз. Вполне возможно, что мышцы гипотоничные, на уровне малого таза, приводящих, больших ягодичных, грушевидных. А кто-то пытается компенсировать. Вот и всё. А связки потянулись. Но если была травма копчика, то это внутрикосная деформация. Надо искать там. Поэтому протестнить очень легко. Вот так вот ручку положить на голову, нагрузить позвоночник и посмотреть через индикаторную мышцу. Если индикатору станет плохо, надо поискать на позвоночнике, где внутри кости есть нарушение. Может это будет как раз тот самый копчик, на который вы когда-нибудь в детстве, 150 лет назад упали. И, друзья, для нас не имеет значения шрам какой-то мы получили в юности, в самом начале нашей жизни. Ну да. Или перелом. А нам сейчас уже под 50 лет. Это не имеет для организма никакого значения. Он как берёг это нарушение, так и бережёт из движения. Потому что эта вещь какая-то, какая-то новая норма. Если это перелом был, там внутрикосная деформация. На эту кость мышцы не будут опираться. Сама кость развернётся. Ну, за счёт чего-то будет компенсироваться. Если это рубец, это спайка, которую нельзя растягивать. При растяжении которой мозги будут получать сигнал, мы порвёмся. Эта спайка где-то собрала ткань. Значит, если она здесь собралась, значит она во всём теле растянулась. И эта спайка изменит статику. Значит, какие-то мышцы вынуждены укротиться будут. Если рубец спереди, значит какие-то мышцы спереди. Если рубец сзади, значит какие-то мышцы сзади. Как-то так. Это как водоворот будет туда всё прям стягиваться. Ну, она будет просто на себе фиксацию держать. А человек жаловаться будет на что угодно другое. Но никак не на эту спайку. Как ему? Или на перелом какой-то старый. Поэтому несложно. А я сейчас быстренько добавлю. Ты рассказала как раз про связки, про стабилизацию суставов. Это очень важно. Часто люди, испытывая боль, бегут на растяжку и ещё больше делают нестабильность для тела. Это получается очень опасно. В таком случае нужно бежать не на растяжку, а наоборот работать с корсетом. То есть укреплять свой внутримышечный стержень. Скорее всего будет не хватать наоборот стабильности в этом случае. Если у вас есть какие-то щелчки, прохрусты в каких-то суставах, это как раз тот разговор о нестабильности сустава. Поэтому в данном случае растяжка не будет эффективна. Мышцы наоборот, компенсиотор, но правильный человек, наверное, почувствует, они укоротят свою фасцию. То есть мышца будет с укороченной фасцией, но это не здоровая мышца. Она не будет стабилизировать. При любом её растяжении будет как раз плохо. Вот в чем мы работаем. Да, и по сути растягивая её мы делаем ещё больше стресса. Да, мы в принципе плюсов здесь не получим, если с точки зрения здоровья подойти или к стабилизации сустава не получим. Аня, там ещё вопрос. Хорошо, слушаю. Это знак Рыжи ВАЗ-4. Такой вопрос неоднозначный. Нет, ну почему неоднозначный? Это как раз, я не могу, да, неоднозначно сказать, что конкретно приведёт к этой Грыжи. Очень много причин. Какой-то конкретный регион или орган, не могу сказать. Можно сказать только про поясничный регион. Там, как правило, нарушения с ног идут. Всё остальное может и уровнем выше из черепа прийти. Не скажу. Друзья, позвоночник – это уровень адаптации нарушения. Вот с этой логики подходите. То есть вход – это нарушение какое-то, прикус, ступни там, ещё же какое-то. А пытаться садаптировать, приводя к Грыжам, это будет позвоночник. Нам он, в принципе, интересует, поскольку это уровень адаптации. Мы же не его будем лечить. А напрямую, что Грыжа в таком позвонке, нету какой-то одной причины. Для любой Грыжи может быть четыре причины. Химия, эмоции, вегетатика, структура. Прям вот, ну не отвечу так на вскидку, извините. Дополнишь про Грыжу, Аня? Ну, тут не ответить однозначно. Однозначно нет. Химия, эмоции, вегетатика, структура – невозможно ответить. Тем более без теста. Без диагностики это невозможно. Но с диагностикой мы точно скажем, какие нарушения есть. Рубец от аппендицита может влиять на поясницу? Да, конечно. Напрямую причем может влиять. Рубец от аппендицита – это пояснично-поздушная мышца. Именно она будет гипотония. А я сейчас покажу, вот вам пока вы там на расстоянии спросили, я два слова скажу про функциональные мышечные поезда. И грамотный тренер об этом тоже должен знать. Что это такое? То есть про анатомические мы сказали, они выполняют роль статики, а функциональные мышечные поезда, они выполняют, они наше тело, сохраняют нашему телу баланс, но уже в движении. И мы вот точно не знаем, какие мышцы, но они строго между собой соединены для противовеса, чтобы мы никуда не упали. И эти мышцы входят в состав разных анатомических цепей, но между собой они начинают работать как единая система в движении. Вот я там написал два поста – щелчок при закрывании рта и щелчок при открывании рта. Вот я сейчас вкратце еще раз покажу, только уже в видеоформате, что такое анатомический поезд. И как раз пояснично-подвздошную мышцу... Видно, не видно? Ой, ложись. Жаль. Чуть-чуть повыше. Ну вот, у нас есть поезд, и мы пойдем, например, снизу, сразу с пояснично-подвздошной мышцей. Держи ножку. Ножкой вверх. Одна не работает пояснично-подвздошная. Вторая. Вторая не работает пояснично-подвздошная. Нас еще интересовать будет. Подлопаточная мышца. Вниз ручку. Не работает. Другая подвопаточная. А другая работает. Значит, нарушение где-то на уровне грудной клетки, из-за которой не работают две подвздошно-поясничные. Это все одинаковый пояс функциональный. Пояснично-поздошные, две подвопаточные, две кивательные, и две еще внутренние и крыловидные, то есть жевательная мускулатура. Вот эти восемь мышц работают как единое звено, но в движении. Ну и посмотрим, какая мышца нам включит пояснично-подвздошную. Наше основание почек. Потрогали одну подвопаточную. Заработало. Потрогали ту же. Заработало. То есть правая подвопаточная мышца отключила две подвопаточные мышцы как рефлекс. Спасибо, Жаня. Вот так выглядит функциональный мышечный пояс, друзья. И я надеюсь, я ответил про поясничный рубец. О, не поясничный, а от аппендикса рубец. Сам рубец находится в области висцеральных органов, и, соответственно, он на себя стянет какие-то органы. Ткань-то будет собрана, и будет в таком фиксированном положении стягивать на себя органы. А органы между собой вот так руками сцепились. Больной орган выглядит вот так, а все остальные вот так. Соответственно, на больной мы не жалуемся, а все остальные дурнины кричат, нам плохо, нам плохо, нам плохо. Вот так нарушается картина. Давай уж чуть-чуть. А у нас уже прям пару минут, по-моему, осталось. А, там еще один вопрос тогда. Спасибо большое за эфир. Подскажите, пожалуйста, на что обратить внимание. На правой ноге после родов выросла косточка, и больно подгибать пальцы. Начинает сводить, но где искать причину? Причина простая. Косточка – это поперечный свод стопы. Если вот эта ладошка, то он находится вот так, между мизничком, большим пальчиком. Как только происходит деформация на поперечном своде, то ведущее звено травмы у этого человека – это химия и эмоции. Положением во время беременности вы просто превысили компенсаторные возможности, нагрузили свое тело. Нарушение уже было. Уже нестабильность у стопы была, а вы просто еще больше его придавили, и она распласталась. Руками нужно собрать… Здесь два этапа коррекции. Руками собрать стопу, подобрать какой-то ортез в виде стельки, восстановить функцию стопы и убрать причины, которые к этому привели. И потом нужно к специалисту Ане на переобучение движения. Допомнишь про переобучение движения стопы? Хочешь сказать? Да, да. Стельки – это очень крутая история для коррекции, но обязательно нужно понимать, как стоять на ногах, где у нас, во-первых, опорные точки, и как стопа должна выполнять у нас уже толчковую функцию. То есть это обязательно нужно все наладить и выстроить. И это такой процесс, он долгий. Например, я до сих пор там работаю со своими стопами, до сих пор там отрабатываю какие-то штуки. Вот, и это нормально. Ну, работай со стопами, Ань, мы себя лечим, условно говоря. Работай со стопами. Стопы – такая штука интересная, если коснуться. Любое нарушение в теле отразится на стопах, но интересно в том, что любая работа со стопами будет лечить все тело. Вот, в этом смысле никак. Ну, там куча рецепторов, опять же, со стопой поработала, там прошла спина, неудивительно.